Ребят, в этом видео будет немного стрёмного контента, ну как немного, достаточно много его будет. Ну это просто, это просто, ребята, ужас. Вот так я ходила. У многих такое. Да ладно, вот на эту фирму у многих такая реакция, серьезно? Несколько месяцев с этим ходила? Ну я рыдала, типа, знаешь, ночью у всех разбудила, папу, маму, они такие, что случилось, то что случилось, это как... Вы знаете, когда мы уже сняли это видео, я села его монтировать, я подумала, что может быть нет смысла вообще это выкладывать на канал, что нужно, это не такая актуальная проблема, мы просто вдвоем попали на фигню, поэтому я решила спросить у вас в инстаграме, что происходит у вас, и вот просто несколько вариантов ответов. Всем привет! Еще раз всем привет, потому что я не смогла найти слов, как бы нормально начать. Сегодня будет очень необычное видео для моего канала, на плане оно будет обычное, но не в рамках того контента, к которому вы привыкли в последнее время. Я очень долго думала снимать это видео или снимать, я поняла, что я просто обязана это сделать, по одной простой причине, потому что, возможно, это кого-то бережет или предупредит. Я думаю, большинство из тех людей, которые смотрят меня, красят ногти. Возможно, кто-то красит ногти гель-лаком, возможно, кто-то красит обыкновенным лаком. Поэтому вы должны знать про этот ад. Который выглядит вот так. Вот так. Нет, это не страшная фотография из каких-то там интернетов от непонятных людей. Это фотография ногтей моей подруги, которая столкнулась с такой проблемой. Ее зовут Даяна, скоро она сюда придет. И я пригласила ее для того, чтобы она рассказала свою историю, как вообще до этого дошло, чтобы вас просто банально предупредить. Маленькая небольшая предыстория. Ситуация в том, что я крашу мои ногти очень-очень давно. И все было всегда нормально, красила их, и красила, и нормально. Но где-то полгода назад я купила себе новый черный лак. А я почти всегда крашу ногти только черным цветом. Поэтому, в принципе, я прекрасно понимаю реакцию моих ногтей на черный цвет. И как раз-таки где-то полгода назад я поняла, что у меня какая-то странная реакция. Во-первых, мне было очень некомфортно его наносить. Ну, прям пипец. Так же некомфортно, как эти волосы, которые лезут мне в глаза. И когда я наносила лак и засушивала его в лампе, вы знаете, было очень странное пощипывание. Да, возможно, если вы делали себе маникюр через лампу, вы знаете, что это за ощущение. Но, поверьте, оно было другое. Оно было какое-то очень щекотное, что ли. Короче, странно выражаюсь. Но, поверьте, это ощущение было не то типичное, когда ты просто засовываешь свои руки в лампу, и иногда прям так прихватывает, перепекает. Это было иначе. И я подумала тогда, возможно, просто меня глючит, или я затупил. Не нашла правильного объяснения тому, что произошло, и забила. После того, как я нанесла этот черный лак, я с ним стала ходить. И я поняла, что у меня очень странно чешется вот эта вот зона. И более того, у меня как будто высушились руки. Я не знаю, в чем взаимосвязь. Я не предлала этому тогда никакого значения, потому что я подумала, что, возможно, дело в том, что банально я руки недостаточно хорошо увлажняю, или какие-то кожные заболевания появились, или какие-то, не знаю, кожные проблемы. Короче, связала это абсолютно с чем угодно, только не с лаком. А потом у меня произошла жесть с кутиполой. Я смотрю вперед, и я понимаю, что мне просто даже страшно об этом вспоминать, я пыталась об этом забыть. И мне пришлось снять лак. Правда, я не предлала тогда значения тому, что это, возможно, дело в лаке, и просто, типа, забила. Я сняла лак, потому что подумала, что сухость рук может его повредить, и вдруг гель отвалится, когда я буду на съемке для телека, и будет тупо. Да-да, спасибо моей тупости за это. А сейчас, когда эта ситуация произошла с Даяной, я понимаю, что это уже не похоже на совпадение. Поэтому мне было бы очень интересно узнать, есть ли у вас какие-то истории, связанные с какой-то лаковой продукцией, с какой-то конкретной фирмой, возможно, с каким-то конкретным цветом. Расскажите ваши истории в комментарии, было у вас что-то подобное или нет, сталкивались ли вы, и как вы думаете, в чем может быть причина. У меня нет аллергии на гель-лак. Я вообще тогда не думала, что это даже теоретически может быть связано с гель-лаком, потому что у меня никогда не было подобной реакции вообще никогда в моей жизни, и, естественно, мне даже в голову не могло прийти, что это реакция ногтей на лак. А то, что этот лак был относительно новый, и, по-моему, это был, кстати, первый раз, когда я его использовала, логично, я об этом даже не подумала. Типа, а что об этом думать, потому что ты всю жизнь пользуешься одной и той же фирмой, покупаешь ее постоянно, и как бы ты, ну просто ты не рассчитываешь на это все. И вот вчера, когда мы записывали видео «24 часа живу как Blackpink», я общалась с Даяной, и она мне стала рассказывать про эту ситуацию. И тут-то до меня доперло, что, возможно, все не так уж и просто. Поэтому сейчас она расскажет вам историю. Извините за этот долгий предрассказ, но вы должны, в общем-то, понимать вообще, что к чему и почему это так происходит. Пришла Даяна? Всем привет. У Даяны есть ТикТок, у Даяны есть Инстаграм, обязательно подписывайтесь на ее социальные сети, а пока я покажу вам, что она принесла. Во-первых, это Тихен, у нас их два. Здравствуйте, просто до свидания. Деградации, мозги вышли и вошли в чат одновременно. А еще у нее окрашивают, как у Дженни, Blackpink. И у нас, короче, похоже окрашивают, как у меня на блонде. Это был веселый контент, потому что мне обо всем же только грустно беседовать. А этот контент уже не столь веселый, и внутри там лаки. Самые виновники происходящего. Я правильно понимаю, что ты делала так, ну и раньше, это как выяснить не первый раз в твою голову? Конечно, я типа вообще каждый месяц делала, и все нормально было. А потом уже вот это вот произошло, и такая, что? А ты сразу поняла, что у тебя какие-то проблемы начались? Или как это вообще было? Нет, я вообще с тобой ничего не понимала. Думала, ну ладно, наверное, от воды, от что-то такого, типа от еды, может быть. То есть ты даже не подумала о том, что это может быть лак? Да-да-да, конечно. Типа у меня же леги на цитрус, а я пила сок цитрусовый. И я подумала, что вот из-за сока у меня, может быть, ей вот это вот все на пальцы ушло. Смотри, когда, короче, у меня была проблема с лампой, ну я уже рассказывала, ребятам, до того, как ты пришла, я ее засовывала, и у меня были очень странные ощущения. Как будто грязь, да, что-то? Ты знаешь, иногда, когда ты делаешь гейлап, здравствуйте, до свидания, то у тебя такие неприятные, как бы подпекшиеся ощущения, да, появляются. А в этот раз, когда я опустила руку, у меня она как будто щипала, она не жгла, а именно как-то вот странно щипала. У меня тоже щипала. У тебя тоже странно щипала? Да-да-да. И, ну, я не подумала даже, что это может быть что-то плохое, просто подумала, что в этот раз как-то по-другому ощущается, но не более того. Нет, у меня сперва щипала, я такая, ну ладно, пускай, думаю, типа из-за лампы все. И потом, просыпаясь в 3 часа ночи, у меня просто руки горят, как не знаю кто, как будто в огне, и все вот так вот, все красное, я тебе фотки показывала, помнишь? Да-да. Вообще было очень ужасно, типа, это было так больно. И мне пришлось это все снимать. Мои пальцы были такие вот страшные, некрасивые, ногти все сломались. А вот смотри, когда ты нанесла лак, тебе нормально было? У тебя не было никаких странных ощущений после вот того, как из лампы вытащила? Ну, горел немножко, я подумала, типа, ну, у меня так всегда. А, у тебя всегда горит после. Просто, когда я вытащила ногти из лампы, у меня руки как будто подсохли. Я не знаю, как это описать, но какая-то вот стянутая появилась непонятная. И я с этим ходила, я забила, но потом поняла, что у меня начинает краснеть кутикула. И только в этот момент до меня уже доперло, что, наверное, так быть не должно. Но, видимо, я просто слишком рано это поняла. А ты видишь, как легла спать, и поэтому, может быть, ты бы тоже заметила, что у тебя пошло какое-то покраснение. Но, блин. И я так проходила два месяца или три месяца с этими пальцами. Подожди, стоп, как это два месяца? Я думала, у тебя это там, типа, ну, на несколько часов. Нет, нет, нет. Ты несколько месяцев с этим ходила? С этими ранами я ходила три месяца. Это все заживало очень долго. Ну, это просто, это просто... Вот так я ходила. Подожди, это уже после снятия, через несколько дней? Да, да, да. Через месяц, через месяц. Это через месяц? А, кстати, я еще плакала же. Я месяц плакала, потому что я думала, если я выйду замуж на своего Тихена... Ладно, что, не из Тихена. Как ты избавилась от последствий вот этого вот ада, если вдруг у кого-то из подписчиков тоже такое случится? Что вообще делать? Что ты сделал? Фул-ценар. Ты использовала фул-ценар? Да. И все равно три месяца это не проходило? Вообще никак. Это я не представляю. Мне очень интересно, если у кого-то из вас тоже происходили подобные случаи, обязательно напишите об этом в комментарии. Я что-то сломалась от этой всей информации, потому что это реально очень травмирующий контент. Блин. Я прям смотрю на твои ногти, я вижу эту картинку, и у меня прям стрёмно. Да, смотрю, у меня даже руки трясутся. Я вспоминаю эту историю просто такая. Главное, чтобы ты не расплакалась, а то вообще ты делась. Хотя я знаю, что ты постоянно платишь, когда вспоминаешь про эту историю. И ты взяла и грустно обнялась от Тихиона просто, потому что, а как еще иначе? Ну, серьезно, это вообще... Я никому такого не пожела, даже врагу своему. Это очень страшно и больно. Просто очень. А как ты сняла ногти? Ты их отковыривала или что ты с ними делала в ночи? Я знаю, что сделала. Как же называется фольга вот эта вот? Ну да, фольга. Со спиртом. Прям спирт. Да-да-да. Вот эти вот все у меня разъелось, и все спиртом я делала. И просто я плачу такая, снимаю такая. Ну я рыдала, типа, знаешь, ночью у всех разбудила. Папу, маму, они такие, что случилось, то что случилось? Я такая... Будьте аккуратны. Я говорила, рассказывала то, что я в салоне делала, вот, корейский маникюр. Да, да. И вот, сперва все нормально было, потом через два дня у меня опять красные вот эти вот штучки были. И я такая, снова... Капец. Вот, и у них был тот же бренд, и вот так вот. Все случилось. Заново. А вот, дети, знаешь, чем самый фейл? Вот ты принесла свою эту коробку с этими гель-лаками, и у меня такая же коробка стоит там, где я делала гель. Это тоже та же самая? У меня была именно вот с этим лаком такая проблема, хотя он мне как бы нравится, и претензий к нему я не имела. Ну, они же раньше нормальные были, я не могу понять, в чем проблема их состава, то есть что, что случилось, и почему они такая реакция? Вообще, вообще. Ну, я читала в интернете, что это, и у многих такое. Да ладно, вот на эту фирму у многих такая реакция, серьезная? Ну, такие вещи, как бы ты просто, вот, видишь иногда стремные картинки в интернете, и думаешь, ну, блин, да, это страшно, это ужасно, это просто кому-то очень сильно не повезло, а потом ты понимаешь, что твои друзья с этим сталкиваются лично, что ты просто сам полностью погружен в эту ситуацию, ты такой, ля, а что вообще происходит? Как это? Но, когда ты реально пользуешься этой вещью, когда ты уже неоднократно с ней взаимодействовала, и тут в один момент происходит вот это, я не знаю, мне прям реально стрёмно, мне очень стрёмно вся эта ситуация. Что ж, ребят, вот такая вот ситуация произошла, обязательно напишите, было у вас что-то похожее или не было, или, возможно, у кого-то из ваших знакомых, и еще, пожалуйста, дайте мне обратную связь вообще, интересно ли вам смотреть такие видео с историями из моей жизни и из жизни моих друзей, потому что, если вам это интересно, то, конечно, я буду рассказывать вам больше о том, что с нами происходит. Нет, это не значит, что каждую неделю будет появляться видео такого формата, потому что, слава, просто кому угодно, но такие ситуации крайне редкие, и контента здесь, поверьте, слишком много не наберется, но я вот, правда, под очень большим впечатлением, мне немного стрёмно. Просто у меня вся эта история, она в голове с вчерашнего дня крутится, когда мы снимали видос про Blackpink, который, кстати, выйдет совсем скоро, и Даяна там тоже будет, она, думаю, вы уже понимаете, кем будет в этом видео. Обязательно подписывайтесь на Даяну, и всем спасибо за просмотр, всем пока, и чтобы у вас такого не было. Лайки, 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 комментарии, девочки. Затухи он.